Уважаемые зрители, сегодня у нас дискуссия на тему о том, участвовать или не участвовать, если участвовать, то в каком виде выборах в местные муниципальные собрания в Москве в сентябре 2022 года. Существует разочарование, существует много негатива по этой части, существует целый напор в комментариях к различным роликам YouTube по этой части. Тем не менее, я настаиваю, что несмотря на то, что закон о выборах ужасный, и еще его дополняют дистанционным электронным голосованием, более того, само местное самоуправление управляется непонятными законами, от которых толку нет, и его лишили всех полномочий и денег, и собираются еще ухудшить законом Коршенинникова-Клишиса, я считаю, участвовать надо, надо занимать революционную позицию по этой части, делать муниципальную революцию. Мы должны не только победить убедительно на этих выборах, но еще и самой этой победой доказать необходимость слома существующего законодательства и движения вперед по этой части. Это моя позиция. Насколько я понимаю, мои коллеги не совсем ее поддерживают. Я готов подебатировать по этой части. Мне кажется, у вас будет такая диаметральная противоположность. Ну да. Со своей стороны, отработав 4 года муниципальным депутатом, я могу сказать, что это полная профанация, что это видимость какой-то местной власти. На самом деле, никакой местной, избранной из народа власти нет, потому что депутаты полностью лишены полномочий. То есть, практически они ничего принять не могут. А в тех советах, где большинство за «Единой Россией», то это просто фиктивный орган, который создает видимость некой законности данной на сегодняшний момент власти. Единственное, на что может повлиять депутат, это приемка капремонтов. И то фонд капитального ремонта находит массу возможностей обходить депутата, вплоть до того, что вместо основного задействуется запасной депутат. Ну и характерный пример я просто приведу. Многие говорят, ну а как же люди? Вот у нас был в 2019 году захвачен совет. Просто вооружен. Ну, ночью банда приехала, захватила совет, выпихнула охрану, поставила своего главу. Утром мы попытались призывать людей, сказали, люди, приходите. Ну, я вам скажу, пришло три человека. Поэтому говорить, что советы нужны людям, ну, я думаю, это не так. Вот опять же, это в той парадигме, ты исходишь из полномочий депутатов, их желаний, их возможностей. Неправильная постановка вопроса. Жители решены местным управлением? Жители лишены? И они по этой причине не приходят заступаться? Уважаемые жители, уважаемые зрители, уважаемые коллеги. У вас всех, наверное, не представили. Меня зовут Николай Ляскин. Я хочу... Да, давайте так будем обзываться. Начнем сразу с каких-то обозначений, которые по-честному ничего не решают. Решает только воля людей, желание их что-то делать и желание менять мир вокруг себя к лучшему. Кто такие муниципальные депутаты? Муниципальные депутаты – это люди, которым не все равно, что происходит с их районом. На самом деле, будет у него это удостоверение муниципального депутата или нет, это не сильно большая разница. Но с этим статусом муниципального депутата человек чувствует себя ответственным. Человек чувствует себя ответственным в момент избирательной кампании. Человек чувствует себя ответственным в момент выборов. Он борется за свои голоса, борется за то, чтобы выборы не были украдены. И человек знает, какой срок он точно будет бороться за жителей. Ну, на самом деле, не за жителей, а за себя. Потому что лучше, конечно, чтобы муниципальный депутат жил в этом районе. Чтобы его дочка и его сын ходили по этим улицам, которые будут убираться, которые будут охраняться, которые будут освещаться каким-то образом. И вот каким образом все это будет происходиться, зависит от муниципальных депутатов. От той группы людей, которые он сможет вокруг себя аккумулировать. От той группы поддержки, которую он сможет заработать во время выборов. И от той группы поддержки, которая будет с ним, глядя на то, как он работает. Нету группы поддержки у тех депутатов, которые ничего не делают. Люди, которые показывают свою деятельность публично. Люди, которые защищают жителей, всегда имеют и поддержку на районе, и уважение среди местного сообщества. И если надо, это будет и личная поддержка. Если не надо, там это будет онлайн и оффлайн-поддержка. Так что мое мнение, конечно же, надо участвовать в выборах. Надо идти не просто людьми, идти в команды большие, собирать вокруг себя большое комьюнити из района, побеждать и дальше работать на благо района. Потому что, такая моя теория простая, что есть люди, которых хватает на район. Это муниципальные депутаты. Они потом, может быть, они, может быть, другие люди, их будет хватать на город. А кого-то может хватать душой на страну. И вот когда у нас будет много людей, которых будет хватать душой объять страну, мы изменим страну. Ну, начинать там надо с чего-то. И у нас выборы в этом году не президента, а муниципальных депутатов. Поэтому, конечно же, надо идти на выборы, участвовать и побеждать. Известно выражение, лозунг кадетов. В борьбе обретешь ты право свое. Или в борьбе ты обретешь знамя свое. Я даже достоверно не помню. Это у Ильфа и Петрова описано. Я считаю, что в той панической ситуации, которая сложилась с местным самоправлением, то есть, когда его обнулили и ликвидировали, и людей лишили ведь не только местного самоправления, лишили свободы слова, лишили независимого суда, лишили представительной ветви власти. Вот на этом фоне местное самоправление – это один из элементов нормальной демократии, нормального правого государства, которого лишены жители. Значит, мы должны участвовать в этих выборах, невзирая на законы, побеждать, невзирая на эти законы, действовать, рисковать, конфликтовать с прокуратурой, конфликтовать с управлением внутренних дел, с исполнительной властью. Мы должны бороться. Если мы будем бороться и победим, тогда жители поймут, ради чего все это делается. Если мы отсидимся на диванах, как это предлагает нам большое количество людей, то ничего не получится. Здесь я слышу какую-то историю, конфликт с прокуратурой, конфликт с правоохранительными органами, мы должны там что-то революционных историй. Это история не про революцию. Это история про нормальную жизнь. Вот почему мы считаем... Это нормальная жизнь, нам устроили в концлагере. Мы воюем с администрацией концлагеря. Вот надо и понимать, что мы воюем с администрацией концлагеря. Мы добиваемся нормальных условий жизни. Нормальные европейские условия, где живут люди. И мы хотим только этого. И это не борьба и не война. Это нормальная жизнь будущего нашего, наших детей и нашей страны. Поэтому, конечно же, вот эти упадничественные настроения о том, что ни в чем нельзя, не надо принимать участие, Мне не кажется как-то, я бы сказал, оправдание своей лени. Не просто там какая-то, вот мы там проиграем, какие-то обоснования политические. Просто делать ничего не хочется людям. И они говорят, мы не будем участвовать в выборах. Николай, вы мне напоминаете импотента, который долго пытается завоевать женщину, потом ее завоевывает, смотрит на нее и думает, а что же я с ней дальше-то буду делать, если не стоит? Так и здесь. Вот вы становитесь депутатом, а полномочий-то нет. Что вам мешает идти так же, не тратить время на эти выборы? А если вы заинтересованы в судьбе района, ну идите, ходите, пишите письма так же, как депутат. Так же к вам люди будут тянуться. Дмитрий, ты исходишь из того же закона, который сейчас не существует. Мы говорим, что закон должен быть другой. И мы знаем, какой он должен быть. Знаем достоверно. Поменять мы его не можем. Вот здесь история про изменение закона, здесь история про ничего делать. А моя история про работу. Просто этот статус депутата, он на самом деле, я здесь согласен, не сильно что меняет. Но этот статус депутата зарабатывается в усиленной, усердной борьбе. Это выборы. Действительно, у нас даже муниципальные выборы стали каким-то серьезным событием. И вот когда человек побеждает на протяжении нескольких месяцев, ведется работа, в конечном итоге он отстаивает свои голоса, не дает их украсть и побеждает, становится депутатом, он для себя делает какую-то планку, что я достиг, я молодец. Ну, хорошо, а для людей-то что? Для людей он должен работать дальше? Нет, Николай, просто приходят люди с какими-то проблемами. Вот ты пишешь письма и понимаешь, что сейчас через месяц тебе придется очередная отписка, от которой просто опускаются руки. У нас нет обратной связи. У нас между народом и правительством обратной связи нет. Она разрушена. У нас люди, элиты существуют в одном государстве, народ существует в другом государстве. И вот связи между этими государствами нет. А я считаю, что идя на выборы, мы легализуем эту власть. Вот ту же Единую Россию, которая придет большинство муниципалитетов, они будут говорить, ну, выборы-то были честные, пришли же оппозиционные депутаты. Как это получилось через 30 лет после того, как появились альтернативные выборы, которые нам дал Горбачев, надо отметить, Михаил Сергеевич, по этой части? Вот как получилось, что через 30 лет после этого любой вариант ты объясняешь тем, что ничего нельзя сделать? Ну, как такая ситуация получилась? Почему мы 30 лет назад, я участвовал в этом, победили? Было давление КПСС? Отчетливо, надо сказать. Умирающий КПСС. Умирающий, не умирающий, но, тем не менее, весь райисполком и райсовет подчинялся КПСС. Если бы мы в тех условиях рассуждали точно так же и ждали, пока кто нам дарует какие-то законы, по которым можно работать, ничего бы мы не дождались. Мы шли и ломали эту ситуацию, мы ругались КПСС и добились результата. А тут я сейчас скажу. Сейчас была правильная фраза по поводу расслоения между людьми обыкновенными и элитами. Да, такое расслоение, конечно, есть. И это расслоение было сделано большой какой-то информационной атакой. О том, что ничего делать не надо, от вас ничего не зависит, вы ничего не измените. И сейчас есть несколько активных муниципальных депутатов. Если бы в Москве было бы 100 активных муниципальных депутатов, которые делали бы свою муниципальную работу, относились бы к ней по-настоящему, 100 суперактивных людей в Москве перевернули бы ее. Если бы каждый день из этих 100 человек работал бы, они бы все перевернули. Но, я о чем говорю, у этих 100 людей должна быть поддержка еще у каждого 100. 10 тысяч активных людей в Москве, которые каждый день говорят. Сейчас мы говорим, конечно же, идеальная история, выход на улицу. Идеальная история. Сейчас это все каждым днем сложнее и сложнее. Но даже истории в соцсетях, истории в районных пабликах, истории в чатах мамочкиных, где они там детей собирают в детский сад и школу. Если эта активность велась бы 10 тысячами людьми, мы бы жили бы совсем в другой Москве. А сейчас есть группа каких-нибудь по 5-7 активных людей, которые занимаются каждой своей проблемой. И они пытаются свою проблему поднять. Но это, во-первых, не системная работа. Во-вторых, это не коллективные действия. В-третьих, власти, наверное, действительно смотрят на это и удивляются. Ну, очень шебуршатся там и шебуршатся. Более того, идти на выборы надо не только теми элитными группами, которые ты сказал, вот этих 100 депутатов. Само население должно проявить заинтересованность в этом вопросе. Идите сами в депутаты. Не надо никого искать. Не надо никого подстрекать. Не надо никого уговаривать. Идите сами и докажите, что вам это надо. Докажите, что вы неравнодушны. Докажите, что вы заинтересованы в этом деле. С точки зрения организующей силы, да, наверное, элита нужна. А с точки зрения продвижения, так сказать, и не надо говорить о 100 депутатах. В 1500 есть мест муниципальных депутатов в городе Москве. Мы должны все занять 1500 мест. Если мы на муниципальных уровнях победят люди неравнодушные и правильные, так сказать, и дееспособные, никакая, так сказать, администрация с этим вопросом не справится. Независимо от того, что есть законы, нет законов. Дурацкие законы, я имею в виду. Есть влияние прокуратуры, нет влияния прокуратуры. Здесь массовость в этом вопросе. И сам настрой, так сказать, населения. Более того, времена меняются. Год предстоит чудной. Кто там соловья послушает и выполнит его обязательства. Кто-то, да еще что-то. Что там с елбасы, с очередным произойдет. Никто не знает. В этот год надо проявить активность, работу и добиться результата. И чтобы полное понимание, так сказать, по работе по европейской харте, как это предписывает нам, в общем-то, Конституция, вот оно должно быть выполнено в полном объеме. Александр Викторович, для справки. Вот явка на прошлых выборах 2017 года составила по Москве в среднем 16%. То есть, вот вы можете судить об активности населения, с какой активностью оно приходит на выбор. Мы ради чего это сейчас? Мы обращаемся к ними. Не будьте этими 16%, будьте 96%. Обращаться мы можем сколько угодно. Но там за полгода до выборов создать явку 100% – это нереально. Тот ролик, который мы записываем, пойдет во все муниципальные каналы города Москвы. 100 штук. Этот ролик, который мы сейчас пишем, он станет историческим. Он станет в этом плане самым значимым. Люди, если послушают нас, добьются результаты. Потом, чтобы не плакались. Потому что если они это не сделают, мы отчетливо говорим, можете не плакаться по этой части. Сами на себя обратите внимание. Очень просто. Активная работа кандидатов заставляет людей поверить в их победу. Вера в победу своего кандидата заставляет тебя прийти на выборы. Хорошая работа команды поможет вместе не дать украсть выборы. Это большая, хорошая, серьезная, коллективная работа. Так и есть. Почему 16% людей пришло? Потому что кто-то, может быть, не знал. Кто-то сказал, ну а что здесь депутаты. А третий говорит, ну я вообще не понимаю, кто там мой такой муниципальный депутат. Задача любого кандидата в муниципальные депутаты уже сейчас начать работу и рассказывать своим потенциальным избирателям о том, что он пойдет, что он будет, зачем он туда идет, как он будет их представлять. И уже сейчас начинать работу депутата муниципального. Это очень важно. Не нужна никакая корочка, не нужно какое удостоверение муниципального депутата для того, чтобы представлять интересы граждан. Уже сейчас любой кандидат может начать делать нормальную работу для того, чтобы в сентябре все эти люди сказали, да он же у нас все время работал, давай-ка мы его еще раз изберем. Хотя они его до этого не избирали. Но он уже до сентября может сделать много правильных, полезных вещей для жителей района. За это его будут любить, избирать, за это будут его поддерживать и голосовать за него. И защищать, когда у него будут отнимать выборы. Николай, все это замечательно. Но вот я общаюсь с своими коллегами. И хотел бы здесь рассказать какие-то истории успеха, еще что-то. Их практически нет. То есть депутаты, люди разочаровываются. Я не удивлен, что в Коньково может вообще произойти. Вот на Пресне это происходило. Если мы даже объявили собственность над воздушным пространством, над своей территорией. Мы это объявили. В каком году происходило? И еще бакуратура с нами сделать не могла. А в каком году? Что было в то время? Что было принципиально иное? Тогда был подъем в народе. Волна шла. Позитивная перестройка. Мы хотим, чтобы волна пошла сейчас. Мы хотим, чтобы наш народ возрождался. Мы хотим, чтобы он страдал в меньшей степени от произвола кремлевских уродов, которые сидят. И если этот элемент, который называется местное самоуправление, является тем кирпичиком, который стоит в основании демократии правого государства, этот кирпичик надо заложить. Александр Ильич, а может это не кирпичик, а предохранительный клапан, через который травливается пар, который копится в народе, и депутат его травит, для того, чтобы котел не разорвало? Вот с такими рассуждениями жители Москвы разделяются на две части, которые живут на Пресне и которые мечтают жить на Пресне. Потому, что у нас, так или иначе, я надеюсь, наши депутаты будут выступать активно, невзирая ни на что. А если как люди, которые живут на периферии в Коньково, и не хотят выбирать депутата, и пошевелиться не хотят. Вот так и пусть прозябают, сидят в сугробах. Я сейчас выставлю за периферию. Пресне, это не центр Москвы, скажем прямо. Поэтому я считаю, наоборот, на окраине Москвы самые активные депутаты, просто потому, что там проблем больше. Потому, что там жители видят эти проблемы каждый день и хотят что-то решать. И настоящий нормальный муниципальный депутат. На самом деле это касается любого депутата. Депутаты Мосгороддумы, депутаты Госдумы. Если бы они у нас были бы хотя бы один нормальный, он должен бороться за своих людей. Ну, просто получается так, что на окраинах проблем, начиная от застройки, экологии, реновации и каких-то там безобразных капитальных ремонтов, больше, чем на гипотетической пресне. И поэтому с вас, как с депутатов района Коньково, спроса больше должно быть. Вот почему? Значит, вы плохо недоработали, значит, вы недоработали публично, значит, вы недоработали технически, значит, вы недоработали юридически. И если бы вам нужна была помощь, и вы бы обратились, друзья мои, у меня вот какая проблема не решается. Я не слышал ничего, чтобы в Коньково сказали, помогите нам с какой-то конкретной проблемой. Там вот у нас, например, Косинок-Томский, там, да, мусоросжигающий завод, который совсем не задача муниципального депутата. Но ею занимаются все, потому что жители заставляют муниципальных депутатов об этой теме говорить. То же самое должно быть с вами, с вашими жителями, с вашими муниципальными депутатами. Вы должны говорить о своих проблемах, поднимать их на всех уровнях. Надо на муниципальном, на муниципальном. Городском, значит, городской. Поднять надо на федеральный уровень. Давайте вместе, значит, собираться и поднимать это на федеральный уровень. Более того, у нас время для того, чтобы это обсудить, для того, чтобы активизировать тех людей, которые хотят этим заниматься. И мое пожелание, а мы обращаемся сейчас не к кандидатам каким-то в депутаты, которых еще не существует в природе, мы обращаемся к жителям. Идите в депутатский корпус, избирайтесь, пусть на каждое место будет по 30, по 40 человек, пусть это будет жесткая конкурентная борьба. Поддерживайте друг друга, побеждайте, захватывайте власть в своих районах всеми мыслями, немыслимыми путями. Объединяйтесь район с районом для совместной деятельности, если вас будут преследовать. Мы тогда победим и добьемся результата. А если будем сидеть по углам и ждать неизвестно чего, ничего не будет. Никто за нас ничего не сделает. У меня простое такое послание. Мы все сидим по кухне. На самом деле же у нас все все знают, как правильно. Реально, у нас все знают про политику, у нас все знают про футбол, у нас все знают про строительство и про экологию. И про медицину. И про медицину и образование. И все знают как-то вот у себя на кухне, максимум в каких-то шумных компаниях. Ну, а как только дело доходит до того, ну, давай, вставай, иди и делай, говорят, ну, там кто-нибудь сделает. Нет, вот этого магического гномика, вот этой доброй феи не существует. Это именно вы должны встать и сделать. Не хватает вам своих сил? Объединяйте друзей, подтягивайте знакомых. Кидайте клич в соцсетях и говорите, есть такая проблема, я хочу ее решать, помогите мне, друзья. Найдется огромное количество людей, которых эта проблема волнует не меньше вас. Кто-то будет просто компетентен в юридическом вопросе, кто-то будет хорошо рисовать дизайн и нарисует вам красивые какие-то листовочки для интернета. Поэтому организуйтесь, собирайтесь. А муниципальные выборы – это просто очень удобная платформа для того, чтобы реализовать свои желания и возможности. И очень своевременная. В этом году очень своевременная платформа. Как жителя Москвы в данный момент. Поэтому не будьте вы таким пассивным жителем, который скажет, что от меня ничего не зависит. Именно от вас зависит, где вы будете жить через 3, 5, 10 лет. В какую школу будут ходить ваши дети, в какую больницу будут ходить ваши родители. И по каким улицам вы будете ходить? Будут они убираться? На них будет ли опасно? Или на них будет нормально, спокойно, приятно гулять и гордиться, что вы живете в Москве? И гордиться, что Москва сейчас такая, в том числе, потому что и вы приложили к этому руку. В данной ситуации, я считаю, что все, что от нас зависело, мы сделали. Мы сказали, определились. И если сам я не в состоянии идти на выборы по причине здоровья и отсутствия, я могу рассказать, как идти. Я могу рассказать, какие должны быть законы. Я могу рассказать, обучить этих самых кандидатов в депутаты, особенно глав муниципальных собраний, для того, чтобы они продуктивно действовали. Более того, я постараюсь, если здоровье позволит, поддержать их в будущей работе, для того, чтобы они добились результата. Если вы упустите этот шанс, это будет ваша вина, потом не плачьтесь. Не плачьтесь и не говорите, что, а вот что-то за нас там порешали, и у нас какая-то ситуация, нас в войну втянули, так сказать. У нас лишили нас свободу слова, у нас еще что-то. Пересажали нас по тюрьмам. Сами виноваты. У вас есть шанс, и этот шанс, скорее всего, последний. Вы обозрели вам 3-5 лет, судя по канденции, которая происходит. Значит, Москву мы должны взять на муниципальном уровне, сделать муниципальную революцию, победить и двигаться вперед. С революции я не знаю что, но точно надо участвовать. То есть, нельзя сидеть сложа руки. Я с двумя руками за двух моих оппонентов. Но практически, ребята, давайте не строить иллюзии. Если вы станете депутатом, это будет тяжелая-тяжелая работа. На вас будут смотреть, как на городского сумасшедшего, который ходит и что-то пытается там добиться. Потому что основной массе населения ваша деятельность непонятна, неизвестна. И, в общем, считают, что вы странный, что пошли в депутаты. Власть на коленях не берут. Мы победим. Ну, я надеюсь, да, что мы победим. Ну, и также, да, давайте, кто активный, присоединяйтесь. Пойдемте в депутаты. Если нас будет много, мы сможем изменить существующие законы и потребовать, чтобы нам дали полномочия. Дали финансирование и дали полномочия. Свободу Навальному. Свободу всем порядок заключенным. Да.